Едем, едем, далекий лекарь, а я стою соседей, и что я еду, да? Та-та-та, та-та-та, не легкая, байкота. Накануне Дня защиты детей в сельском поселении совхоз с имени Ленина прошло много интересных мероприятий. На главной площади поселка была организована концертная игровая программа для детей и взрослых. Нам надо было сказки рассказывать, фортуна называется. Еще пластилином лепил, потом разукрашивал, там был конкурс, прыгал. Ну вот все. А в гостеприимном Доме культуры поселка совхоза Мини-Ленина состоялся ежегодный фестиваль «Звездный сад». Фестиваль стал доброй традицией для жителей Ленинского района. От имени всех жителей мне хочется всех наших деток поздравить с праздником, с Международным днем детей. И вспомнить, что 1 июня с прошлого года еще и день родителей. Поэтому всех вас с праздником! Здоровья, мира и добра! Пусть только улыбки будут на всех ваших лицах. Спасибо! Особенностью фестиваля является объединение в единых творческих программах детей с ограниченными возможностями и здоровых детей, способствующие социальной адаптации ребят с нарушениями здоровья. В этот праздничный день дети с ограниченными возможностями выступили вместе с профессиональными артистами. На фестивале выступили детские коллективы из Москвы и Московской области, ансамбль «Преодоление детского домысля и поглухонемых детей» города Сергеев Посад, ансамбль «Ангелы надежды», а также Софья Задера и Анна Балатаева из Центра социальной реабилитации «Южная Бутова». Все присутствующие в зале не чувствовали разделения на взрослых и детей, зрителей и артистов. Здесь все были равны, как одна большая семья. На землёй летят ночи серые, и кричат их в след птицы белые. Неотъемлемой частью фестиваля стали номера, посвященные 70-летию Великой Победы. Детство, опалённое войной. Семья Владислава и Сергея Умельцевых из Донбасса, и их 13 детей знают об этом не понаслышке. Фестиваль «Звёздный сад» — это маленькая планета детства, на которой каждый ребёнок чувствует внимание и заботу, любовь и теплоту взрослых сердец. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.